Проблемы не с коммуникациями и не с кровлей. У жителей частного сектора на улице Рахманинова другая неприятность. Столб линии электропередач вот-вот рухнет. Соседству с такой пизанской башней никто не рад. Не рада и Валентина Ивановна Зубкова, которая взялась рассказать нам о горе опоре. Покосилась она уже давно после автомобильной аварии. В тот момент местная жительница помнит хорошо. Она была свидетелем происшествия. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Пострадала только бетонная конструкция. Полтора или уже почти два года ехала машина и, видно, водитель придремнул и ударился в столб. Ударился в столб и столб вот это вот посыпалось. Вот там штукатурка, вот где вот эти штыречки, все осыпалось. Ну, собственно говоря, вызвали и тогда вызвали и с этого сетей, в общем, проезжали тут были. Ну и обещали сделать. И вот два года проходит и никто ничего не делает. За этот столб тот мужчина, который ударился, он даже заплатил. И ему пообещали, что в течение месяца столб заменим. Однако ни через месяц, ни через два столб не заменили и даже не отремонтировали. Я занималась, звонила периодически. Нет-нет, возьму телефоны. У меня телефонов сколько хочешь и каких хочешь. Возьмусь, перезвоню, позвоню. Ладно, хорошо, приедем, посмотрим. На этом закончилось. Тут вдруг Павлику надоело. Столб-то рядом. Ну, он поехал и, как я поняла, что он там заявку оставил. Я звонила и в администрацию, и в сети, и в уличные сети, и куда я только не звонила. У меня все телефоны. Ответ у всех один. Возьмем на контроль, починим. Вот только времени службы так и не нашли, сетует Валентина Ивановна. Пока ответственные лица рассматривают заявления жителей, владельцы домов с замиранием сердца переживают очередной сильный ветер. Конечно, страшно. Особенно, когда вот этот ураган. Вообще боялись. Думали, что не знаю, что будет. Как упадет, и куда, и чего полетит. Страшное дело. Страшное. Когда буря была, вот сильный ветер был, и что тут было страшно, мы тут все на ножах ходили. Потому что мало кому упадет на дом. И все. И причем тот человек, который пострадает. Люди стараются быстрее пройти мимо опасной конструкции. Да и автолюбители уже давно перестали парковаться рядом. А вот беспечные школьники порой не замечают поврежденную опору линии электропередач. За их безопасность особенно беспокоятся взрослые. Много детей ходит. И все идут. Улица у нас считается как главная. Она самая чистая. Мы тут лазим, ее убираем, и чистим, и метем, и гребем, и все делаем. Детей много. И дома. И дома рядом. Вот упадет, на какой дом упадет, это ж кому говорить спасибо. Найти владельцев этой пизанской башни оказалось не так-то просто. Десяток звонков в разные инстанции и ясность появилась. В Донэнерго нас заверили. Инженер выехал на место, чтобы оценить масштаб повреждений. Мы обязательно расскажем, чем закончилась эта история. Редактор субтитров А.Семкин